Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Совсем скоро стартет обновление 9.2, и мы все устремимся в Зерит Морти с целью прокачки репутации с просветленными. Также мы получим вторую легендарочку, получим еще улучшение для наших легендарочек до 291-го итем-левела. Это все классно, это все круто, и конечно же для этого нужна репутация чуть-чуть, ну и нам еще потребуется проходить главы кампании. Собственно, поговорим насчет репутации в текущем видео. Репутация у нас будет лутаться с равников в небольшом количестве, репутация будет лутаться с еженедельных квестиков различных, с квестов кампании, также с локалочек. Да, там будут локалочки, их будет не особо много, и мы будем лутать репутацию за это. Кажется, столько много активностей, и наверное репутация будет прокачиваться довольно-таки быстро до превознесения, но по факту нет. Нет, она будет качаться даже медленнее, чем кодекс архивариуса. Немножко цифр сейчас будет. Собственно, я активно играю в эту игру, на старте 9.1 я играл очень много, пылесосил полностью кортию, и кодекс архивариуса я опнул 25 июля. Собственно, сколько мне для этого потребовалось дней? 25-26, то есть меньше месяца. Окей. А сейчас рассмотрим цифры новой фракции, новой репутации, да, просветленные. Что у нас получается? Если мы не будем убивать рарников, то уважение мы получим за 11 дней, почтение за 29, превознесение за 64 дня. Два месяца. Окей. Если мы будем убивать рарников, то мы получим уважение за 8 дней, почтение за 22 дня, превознесение за 49 дней. Жестко. Ну, реально жестко, что я могу еще сказать. Цифры вообще не радуют. Прям совсем. Окей. Допустим, мы прокачаем превознесение, мы сделаем это за 49 дней. Тут не идет в учет хумановский бонус, ярмарки новолуния, которые нас будут поджидать. Не забываем, да, то, что с 6 по 12 марта будет ярмарка новолуния. Покрутившись на карасельке, можно будет получить плюс 10% получаемой репутации. А это хороший бонус, довольно-таки, при условии, если мы будем делать абсолютно все активности. Возможно, в итоге выйдет все и быстрее. Окей. Это все цифры. Посмотрим, как говорится, все еще на практике. Перейдем, пожалуй, к бонусам. Есть у меня скриншотик, на котором все-все-все расписано и все-все-все показано. Вот он, скриншот. И тут довольно-таки много наград. Я не буду говорить о всех. Ну, например, об какой-либо ополке проводников до 226-го, 239-го этом левела. Это абсолютно ни к чему. Пробежимся по основным. За Хонорет, за уважение. Мы лутаем три интересных награды. Первая. Это крафтерская марка 4, позволяющая нам крафтить абсолютно все слоты 233-го этом левела. И эти вещицы можно кидать на аук. Далее. Крафтерская марка The First Ones. Предвечных. Покупается за 4000 голды. Мы можем крафтить уникальную одну вещицу 262-го этом левела. Довольно-таки интересный момент. И третий итем, который тут не указан, это учебник Tom of the Eternal, позволяющий крафтить нам заготовки на три ранга выше. Собственно, Tom of the Eternal позволяет нам крафтить вещицы 7-го ранга. И с целью того, чтобы крафтить заготовки 7-го ранга, нам потребуется уважение. То есть, подводя итоги, можно сказать, что уважение довольно-таки интересно для тех, кто будет крафтить и как-то зарабатывать на этом. Но, само собой, с целью того, чтобы увеличивать левелы заготовок, потребуется третья неделька по кампании. То есть, только 9-го марта появятся первые заготовки 291-го этом левела. Это стоит помнить. Далее. Почтение. Revered. Memory of Unity. Легендарное воспоминание об единстве. Оно позволит нам перекрафтить наш легендарный пояс, который мы купим за Cosmic Flux, в какой-либо другой слот. И сделать мы это сможем только при прохождении 7-й главы кампании, то есть 23-го марта. И в этот же момент мы получим легендарный пояс. Собственно, если он нас не устраивает, мы можем сразу же его, в принципе, и перекрафтить. Окей. Тут дальше улучшение кондуитов до 239-го. Дальше контракт. То, что мы делаем. Все локалочки в любой локации. Лутаем 10 репы с этой новой фракции, с просветленными. Окей. Маунт еще за 5000 аниму. При вознесении. Exalted. Бесконечная руна, которая дает нам 18 статов. Это довольно-таки интересно. Это позволит сэкономить руны. Далее накидка. Далее еще за аниму предмет. В общем, как-то так получается. Хороша ли эта репутация сама по себе? Да, для крафтов. Да, для... Чего еще? Для бесконечной руны. Качать ее или нет? Ну, как говорится, думайте сами. Я, само собой, ее буду качать до фула. С целью того, чтобы получить ачивочку. Ну и получить абсолютно все награды. Как-то так. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Также не забывайте о новостных ресурсах. Например, Noob Club. До скорого. Продолжение следует...